Большую часть жизни мы проводим на работе, поэтому любой конфликт в рабочем коллективе сильно осложняет жизнь и портит настроение. Поспорили с начальником о сроках реализации проекта, на повышенных тонах обсудили с коллегами профессиональные обязанности, или на какую температуру настроить кондиционер. И вот уже, любимое дело не радует, как прежде. Однако, без размолвок и ссор не может существовать ни одна общественная система, и рабочий коллектив в том числе. На работе нам приходится отстаивать свою точку зрения, указывать другим на их ошибки, добиваться своего в условиях нехватки времени или ресурсов. Это неизбежно. Конфликты со служивцами случались у 17% россиян. Еще 18% конфликтовали с начальством. Таковы данные свежего исследования крупного портала Superjob. Среди руководителей 35% заявили, что вступали в конфликт со своими подчиненными. Вот рабочие конфликты принято осуждать. Считается, что конфликтующие сотрудники – это попросту скандалисты, не умеющие ладить с людьми. Умение избегать конфликтов – довольно ценное качество, однако порой попытки избежать острых ситуаций и сгладить углы лишь усугубляют положение дел и вполне может сказаться на развитии компании. Более того, нередко именно конфликт становится двигателем прогресс. Так как же решать конфликтные ситуации, чтобы сохранить нормальную рабочую атмосферу и не отправиться с вещами на выход? Об этом мы попросили рассказать Екатерину Зиброву, кандидата психологических наук, специалист по управлению, по управленческому, вернее, консалтингу. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Екатерина, вот может быть существовать такой коллектив бесконфликтный в принципе? И если да, то это будет показателем полного благополучия или все-таки нет? Конечно, может такой коллектив существовать. Я бы сегодня хотела предложить посмотреть на конфликты не с точки зрения инструментов, как решить конфликт с точки зрения такой теории, посмотреть немного сверху и немного сбоку. Называется она «Спиральная динамика развития культуры». И она говорит о том, что каждая организация, как и каждый человек в своем развитии, проходит несколько стадий. Первая стадия и первый уровень – это выживание. Это характерно для организаций, которые только начали свою работу, либо после реорганизации, где все семья, все друг с другом дружат. Потом этой культуре приходит кризис следующее – это культура силы. Затем все устают бороться, воевать за работу, за ресурсы и за внимание лидера. Затем эта культура правил, затем культура успеха, культура согласия. И выше так называемой бирюзовой организации, про которую, может быть, вы слышали, все стремятся построить эту культуру. Так вот, если в организации какое-то благополучие и нет совершенно конфликтов, то этим временем нужно наслаждаться, потому что оно рано или поздно уйдет. И организация выйдет на новый виток своего существования. И конфликт – реальный пример и маркер того, что скоро должно что-то случиться в организации. Либо вы эволюционируете, либо вы деградируете. Получается, конфликты – это двигатель развития, можно сказать. Совершенно верно. При правильном подходе, особенно это касается руководителей, вот я смотрела сейчас данные, 35% руководителей спорили. Мне кажется, это немножечко, наверное, лукавят, опрашиваемые, потому что, я думаю, каждый человек испытывал опыт конфликта на себе, и тем более руководители. Но одно дело, когда спорят, может быть, за свою точку зрения, спорят с руководителем. Другое дело – бытовые конфликты. Там, опять же, вот эти кондиционерные войны так называемые. Вот здесь нужно ли преодолевать, или нужно просто сказать, что там, мне-то что-то не нравится, или там, может быть, лучше промолчать, чтобы не провоцировать на конфликт коллег? Вы действительно правы, есть условно, можно разделить на профессиональные и межличностные конфликты на работе. Но в любом случае, все, что касается вещей на рабочем месте, это все относится к рабочим конфликтам. Если организации, руководители не обеспечили бытовые нормальные условия для своих сотрудников, конечно, это будет убирать их время от решения рабочих задач. Более того, проводили исследования и выяснили, что неудовлетворенные работники по разным причинам приносят… Это не только недовольные лица, какие-то склоки, это забирает время, и это приносит реальные убытки, миллиардные убытки компаниям. То есть иногда больше вреда от таких сотрудников, чем польза? Скорее вреда от того, что руководство не обратило внимания на это. А то, что люди так или иначе выясняют отношения на работе, это нормально, мы же существа социальные. Это хорошо. А как вообще тогда решать такие бытовые конфликты на работе? Если это касается бытовых конфликтов, да и не бытовых, не важно, важно договориться, формировать культуру правил. У нас достаточно мало организаций с культурой успеха. У нас в основном организации, если вернуться к той призме, про которую я вам сначала говорила, у нас очень много организаций с культурой силы и немножечко с культурой правил. Культура силы – это когда начальник лидер, я решу все силой. И поэтому формировать культуру правил – это значит обо всем договориться. Если у вас есть какие-то споры за чашки и за кружки, договоритесь, что это и есть личное пространство, что возможно трогать, что нельзя, какой должен быть температура кондиционера и так далее. Обо всем можно договориться. У нас эволюция наделила второй сигнальной системой, это речь, и нужно ей пользоваться. А если приходится указывать коллегам на их ошибки, какие-то недоделки, то как это сделать правильно, корректно, чтобы на тебя не обиделись и чтобы это повлияло на результат человека? Опять же вернусь это к правилам. Всегда есть какие-то протоколы выполнения задачи. Важно сделать на рабочем месте чек-лист. Какая задача будет считаться правильно выполненной, какая неправильно выполнена. Часто руководители не обращают на это внимания и потом сетуют на то, что вот я же каждый раз тебе говорю, не надо говорить. Есть определенные места и положения какие-то. Не нужно делать это очень сложно, какие-то уставы делать. Просто достаточно короткого свода правил, куда работник может обратиться тогда, когда ему непонятно или кажется, что он, допустим, ошибается. Надо договариваться обо всем. Давайте поговорим о конфликте с начальником. Если ты с ним поругался, что? Все, можно собирать вещи, получается, и увольняться. Смотря как поругался, наверное. Да, смотря как поругался, все-таки есть этические нормы. И опять же важно разделять, какого рода конфликт существует. Но сейчас наверняка вы знаете и освещаете каким-то образом. Это на повестке дня, это харассмент, буллинг на работе, там домогательство. Это очень острые вещи, и к ним нужно очень аккуратно относиться. Иногда работники даже не знают, что то поведение, которое по отношению к ним проведяет начальник, или наоборот, является нарушением личных границ. Важно про это узнать. Сейчас очень много информации в том же самом интернете. И здорово, если в той или иной организации есть вот правило, что приемлемо на работе, а что неприемлемо. Что же касается профессиональных вопросов, то спорить можно и нужно. Иначе вы никогда не узнаете, что будет правильным, а что нет. Что такое конфликт? Это в первую очередь, когда у людей разные мнения. И смотрят они на них с разных позиций, с разных ценностей. И только обсуждение этого позволяет больше узнать. Не только друг о друге, но и о продукте, который в этом делаете. У всех разный уровень культуры. Кто-то, может быть, промолчит и не будет провоцировать конфликт. Кто-то, наоборот, будет отстаивать свою точку зрения. Так вот, как правильно отстаивать свою точку зрения, если ты уверен, что ты прав? Ну вот первое, что уверен, что ты прав, это уже, наверное, такое заблуждение. Уже, да, заблуждение. И быть уверенным, что кто-то прав, только он. Тоже такое заблуждение. Важно всегда готовиться. Вот есть какой-то вопрос, на который вам очень не знаете, как подойти, как обсудить. Составьте несколько аргументов. Это очень просто. Несколько позиций тезисов, плюсов и минусов. И это вам уже позволит посмотреть на проблему с двух точек зрения. Либо посмотреть, если вы считаете, что ваш коллега будет иначе смотреть, напишите, какие он мог бы аргументы озвучить. То есть поставьте себя на его место. Ну вот во многих коллективах существуют такие интриганты, скажем так, скандалисты. И вот как быть, если вас провоцируют на конфликт, пытаются втянуть вот в эту игру? Как в этой ситуации поступить? Не поддаваться на провокацию. Не поддаваться, да, на провокацию. Действительно, есть такие люди, и для них целое прям удовольствие. Они за этим на работу входят. Но опять же, если вернуть самое начало беседы, где я говорила о разных уровнях культур, зачастую такое поведение характерно для культуры силы, где есть вот такой бункер и понятие такой психологии, когда люди делятся на подразделения, и вот они там друг с другом начинают вот эти войны и за кондиционер, и за проект, и за все что угодно. Ну, конечно, важно задать себе вопрос. Вот я вот втягиваюсь, меня втягивают зачем? Если зачем-то вам интересно, то втянитесь, то тоже, может быть, вы получите какое-то удовольствие. Почему бы и нет? А сохранить вот эту бдительность, да, можно опять же какое-то правило для себя выбрать, что меня не касаются там разные рабочие процессы. И когда вам предлагают что-то обсудить, просто люди будут знать, что с вами эти вопросы поднимать не стоит. Екатерина, давайте вот обычную вот такую бытовую ситуацию разберем. Например, стоит перед вами коллега, вы с ним поспорили. Он на вас просто берет и кричит, просто кричит. Вот. Либо начальник. Как вести себя в такой ситуации? Дать прокричаться человеку, либо развернуться, уйти просто. А все, опять же, зависит от того, какую сейчас конкретно цель присутствует. Просто так же не будет человек кричать. Он, скорее всего, просто вышел из себя, ну вот не умеет человек с собой собладать. Важно четко бдить и отстаивать свои границы. Если для вас это поведение неприемлемо, конечно, стоит так сказать, что для меня это поведение неприемлемо. Вот когда вот вы придете в себя, мы этот вопрос рабочий обсудим. И обязательно вернуться к обсуждению этого вопроса, там, какой-то проблемы. Иначе, если вот есть такие моменты, там, я обиделся на работе, но это признак, наверное, непрофессионализма, да. Безусловно, любые эмоции – это наша часть, но есть работа. Если вы вернетесь все-таки к этому вопросу, когда человек придет в себя, то это только скажет о вашем высоком профессионализме. То есть, если начальник кричит на тебя по телефону, проще сказать, вот вы успокоитесь и перезвоните, да? Как-то вот так. Опять же, если вернуться, если вы находитесь… Вот я для всех призываю, для наших слушателей, на листке бумаги написать три вещи, которые вот им очень ценно, которые вот вам ценно, вас это вдохновляет, и вот вы просто любите это. В работе? Вообще в жизни, в жизни, вот просто. И вот посмотрите на них, эти три вещи будут ваши три ценности. Если вы знаете, что у вас на работе вот такой человек, там, да, или такой коллектив, просто посмотрите на этот список, а вот и спросите себе, а я достигаю вот эти, реализую эти ценности, вот то, что мне здорово, классно, я вот на работу за этим хожу. Если нет, то задайте себе вопрос, тогда ради чего вы туда ходите, если вы испытываете под какое-то такое давление. А у нас много культур, у меня есть такой опыт, когда начальник просто вот орет на тебя, и в какой-то момент я просто принимаю. И это, кстати, относится вот к тому же самому буллингу и харассменту. Это неприемлемое поведение, это признаки культуры силы. Если вы там живете, вы там привыкли, делайте вывод. Если вы считаете, что вот эти три ценности, они, эта организация, вот эти три ценности ваши, ну, не способствуют развитию этих ценностей, вы к ним не идете, то, ну, зачем вы туда ходите? И это терпите вообще. Терпеть никогда нельзя. Екатерина, вам большое спасибо, мы говорим. Спасибо вам. Напомню нашим телезрителям, что в студии телеканала «Гуперния» была Екатерина Зиброва, кандидат психологических наук, специалист по управленческому консалтингу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!